Второе видео Я уже вам рассказывал эпопея с лечением позвоночника Еще разок повторю, внимательно слушайте Потому что проблемы со спиной, с отделом поясничным Дальше как и крестцовым, грудным, шейным У огромного количества людей У огромного количества людей И в целом это напоминает вообще-то эпидемию То есть вот говорит эпидемия гриппа, эпидемия еще чего-то В современном мире эпидемия болезни спины Плюс если еще взять вот это вот проблемы с седалищным нервом Как-то все это надо разложить по полочкам Чтобы было понятно, что где там работает В каких случаях? Я начну, и это самое лучшее, со своего собственного опыта То, что я прошел, то, что я достиг, я вам расскажу А потом уже поделюсь с вами какими-то соображениями Ну смотрите, ребенок, спина нормальная Спина у меня нормальная, все Начал я заниматься тяжелой атлетикой Я помню, делаю сжим Там прогибаюсь Такой щелчок Такая бам Но никаких, ни боли, ничего не было А вот такие щелчки, которые происходят Знаете, вот когда новенький у вас позвоночный стол Все там, как бы сказать Оплетка, суставы, связки Это все, знаете, сделано Как только у вас где-то вот такое вот прострелило Там образуется уже слабина Она уже там образовалась И просто, как бы сказать Только со временем это даст о себе знать Ну, времени может быть много или там мало Ну, послушаем дальше Вот, далее я, значит, тренировался И что у меня там получилось Когда я брал там 202 килограмма на грудь У меня вышло так, что штанга легла не на грудь А она легла вот сюда вот И она начала лезть с груди у меня И локти воткнулись у меня в коленки, в седи За малыми я себе чуть было не вывернул вот эти суставы И что-то там у меня, конечно, вот так вот Спина сжалась Какие-то произошли смещения в позвоночнике от всего этого Что потом спина вот какая-то разболелась И я не мог выступать То есть вроде так все нормально я ходил А вот выступать не мог, потому что там 100 килограмм я еще нормально так как бы отрываю А дальше уже все, мне больно И вот мне пришлось спину закачать То есть как спортсмен, профессионал Я много времени потратил на вот этом вот тренажере Он называется гипертензия или как-то там так вот То есть наклоны через козла, наклоны через такой тренажер Там у меня там есть Наклоны через этот тренажер плюс специальной тяги Я, значит, широко расставлял ноги и тянул То есть чтобы больше спиной там работать Ну, естественно, начинается с малого веса В итоге через примерно года 2-3 у меня спина стала Вот такие вот два, знаете, две такие докторские колбасы Мышцы по этим самым И я там поднимал еще больше и так далее То есть закачал все это дело Потом, когда я прекратил занятия Сбросил вес И у меня какой-то примерно год был И у меня где-то после 2000 года начались вот разного рода проблемы Я их не связывал с тем, что в 90-е годы я там много переживал По поводу того, что партнеры, с которыми я там открыл издательство Другой партнер, который издавал мои книги, значит, просто-напросто обворовывали меня в нагло Плюс даже там пытались книги отобрать Суды были и все такое То есть я вот здорово там кипел в это время До 2000 года Вот, а потом, значит, когда все вроде как это кончилось Начались, значит, проблемы со спиной Ну, я думал, как бы сказать Может быть, действительно там сказались занятия тяжелой атлетикой Как-никак, спортсмен-профессионал Я был, рабочие веса за 200 килограмм были И началась эпопея с вправлением спины Вот, значит, там ее так вправляли То есть, вот, костоправы Нормальные люди Раз, щелк-щелк, она там пощелкала, что-то стало Ага, вроде как полегчало Через какое-то время опять это все повторяется И эта эпопея у меня была, наверное, еще года два назад я делал эту спину К одному такому специалисту в Москве Он, значит, банкой Он особо так ничего не делал Так раз потрет там поясницу, область крестца И, значит, такая у меня банка Прилепит она только, хоп, поднимет позвонки То есть, насколько я понял, у меня стал поясничный отдел Вот, уходить сюда Позвонки стали сдвигаться в область живота Ну, легенькое смещение Вот такое было На какое-то, будем говорить, время это помогало А потом толку никакого Пробовал я укреплять на тренажере Начинаю делать тренажеры Я же помню, как я укрепил, когда я занимался тяжелой атлетикой Представляете, не работает Вот начинаю я и так со штанной И так, и потихонечку и так далее До какого-то определенного момента А потом она вот раз Зажевывает и все И все Ну все и все И, как бы сказать, то, что меня окончательно добило Практически довело до инвалидности Это то, что я после того, как познакомился с гравитационной гимнастикой Там надо делать все, чтобы работало одновременно То есть две ноги Получил хороший результат на одном из занятий Понял, о, это же работает И я попытался это сделать дома Но так как у меня такого тренажера не было Как сейчас Я попробовал эти веса одной ногой давить И в результате именно вот от одной ноги Там произошло, наверное, и перекос таза И какое-то сплющивание И выдавливание И, ну короче, ужасную вещь Я сотворил по своей собственной глупости После того, как это все произошло Я примерно дня четыре Спал ноги вверх То есть я не мог найти себе положение В котором бы спина не болела Она болела стоя, лежа, сидя и так далее Только вот это положение, когда ноги как-то вверх И, как бы сказать, совершенно случайно Но случайно не случайно Да, пробовал я, конечно, растягивать Я занимался, как вы знаете, упражнениями Асанами из йоги Все это я кое-какие упражнения хорошо освоил Так это, но тем не менее Проблема осталась И она настолько часто была Настолько все это въелось в мой организм Что я уже постоянно боялся какого-то неловкого движения То ты, знаете, сел на пол просто-напросто Что-то там, вот я что-то там перебирал Ага Посидел, ну, примерно, чуть больше, чем положено Хоп, спину закусило Наклонился, спину закусило Что-то еще сделал, спину закусило И вот в этом страхе постоянно, знаете, уже Последнее время и жил И вот мне попалась книга О которой я рассказывал И где-то я там дал ее даже Обложечку, название, все это Можно найти Ну, суть та, что Автор Пришел к выводу Специалист по лечению Спины Как раз Позвоночного столба Он там все методы освоил Вот, что у нас Вот это вот все возникает От эмоций То есть, когда человек Переживает какие-то эмоции То в результате Сам механизм эмоций Приводит к тому Что у нас невольно Напрягаются мышцы Которые потом Не могут полноценно Расслабиться Когда человек Ну, вот как я там, допустим Переживал по поводу того Что у меня там Книги украли Так будем говорить Путем там разных Хитросплестений Что это ты Видя такую несправедливость Ты просто горишь И так далее Негодуешь Все это, понимаете Вот, и оказывается Вот все такие примерно Мысли, страхи Мысли и так далее Они В нашем организме Это уже дальше для себя Начало разбираться Они Норовят Аккумулироваться Возле Тех мышц В нашем организме Которые Постоянно Напряжены У нас Постоянно Напряжены Мышцы Запирательные мышцы Ануса Иначе мы Мы с вами Укакались У нас Напряжены Мышцы Мочевого пузыря Иначе мы Уписались И это Их неестественное Состояние Они Постоянно Напряжены То есть В течение Всей жизни Только Когда мы Входим В туалет Происходит Их Расслабление А где Они расположены Они расположены Как раз Вот в области В области Таза Они расположены Вокруг Позвоночника У нас Мышцы Как их Лучше сказать Стабилизаторы Которые Выполняют Статическую Нагрузку То есть Они удерживают Вот так Позвоночный столб Это небольшие Мышцы Которыми Я там Поднимаю Штангу Гири Это те мышцы Которые Вот Как раз Обеспечивают Тонус Позвоночного столба Чтобы все Там было Ровненько Они тоже Практически Напряжены Много И в результате Получается Что вот Эти вот Эмоции Наши Как бы сказать Подобные Притягиваются К подобному Сползают И начинают Группироваться Скапливаться Уплотняться В области Поясницы Почему именно Вот Не столько Грудного Там отдела Не столько Верхнего Поясничного Отдела А скажем Всего Нижнего Поясничного Отдела И крестца Вот Да потому Что именно Там Вот это Вот Все Расположены Мышцы Значит Запиратель Мочевого Пузыря И ниже Значит Ануса И плюс Там значит Мучные Сухожильные Сплетения Которые Держат Держат Вот этот Таз Позвоночник Как бы сказать Вся сила Тела Сосредо Сосредоточена Вот именно Крестец Поясница Поддерживает Вот эту Конструкцию Она Постоянно Напряжена Поэтому Туда Вот эти Все Наши Эмоциональные Напряжения Эмоциональные Потрясения Стресс Стресс Это напряжение Да Все это Туда Как бы сказать Скатывается И приводит К тому Что Мышцы Начинают У нас Сжиматься То есть Мы не можем Расслабить Уже Не то Что вот эти Мышцы Стабилизаторы А мы уже Не можем Расслабить И другие Мышцы А тут Огромные Мышцы Ягодичные Там Куча Таких В результате Чего Они даже Даже если У нас И позвоночный Столб Нормальный Просто Ягодичные Мышцы Из-за того Что затвердели Момут Зажимать Нерв И он Начинает Болеть Но как правило Это все Начинается С позвоночника Вот И вот Этот Врач Обрисовал Я так вот Долго вам Рассказываю Чтоб вы поняли И он Как раз Рассказывает Чтоб читатель Понял О чем Он говорит Что вот Это Вот там Собирается От Одного Лишь Того Что вы Начинаете Понимать Вот этот Механизм Он Перестает Действовать Он Как бы Сказать Начинает Вот это Рассыпаться То есть Начинает Сниматься Вот эти Блокировки И он Как раз Говорит Ничем Не занимайтесь Не растяжками Не растяжками Не массажем Не Растирками Ничего 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 Чтобы вы не подумали Что это вам помогает Вот вы просто Представьте Свою Спину Будем Чистой Вот эти Все эмоции Которые Как у вас Есть Рассасываются Разбежались Растворились Вот Исчезли И проблемы Которые К вам Поступают Вы их Не откладывайте Не убегайте От них Не Вот это вот Знаете В уме Не крутите Вы просто Тупо Их решаете Когда человек Решает Они Перестают Действовать Вот по этому Механизму Накопления И отложения И стягивания А когда решается Нету этого И вот я так Стал действовать Я ничего Не это Не предпринимал Потому что я уже Прошел все эти Различные Процедуры Прошел все Эти там Вещи Вот И Решил вот это И потихоньку Стало лучше 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 Вот Но потом Как-то Знаете Вот И этот Тоже Врач Пишет Что это Все это Как-то Забывается Что-то Там Пришло Вы там Допустим Телевизор Посмотрели Ага Там Понервничали И так далее И опять Это повторяется Но не так Применяете Этот Механизм Вот как Я вам Рассказал Вот И действует То есть Как-то Как-то Нельзя сказать Что именно Вот это Так Поднял Это Так Поднял Славил Тут Растянул То есть Все это В уме То есть В уме Вы представляете Что ничего Тут А нет Все у вас Исчезает Все у вас Очищается И плюс Вот это Гоните Эти все Страхи Никаких там Страхов И так далее И у меня Со спиной Более-менее Знаете Лучше 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 И стало Но потом Опять-таки Вот появляются Какие-то Такие Неприятные Там Вещи То-то То-се То-пято То-десято И тут Только Бах Я еду В Екатеринбург И мне уже Показывают Совершенно Иной Тренажер Для Гравитационной Гимнастики Такой Тренажер Который Не требует Ассистентов Когда ты Можешь Заниматься Сам Я его Приобретаю И вы видите Вот это Изодинамическая Гимнастика Которую я делаю Я ее сюда Оказывается Самодумов Анатолий Иванович Он Уникальный Мыслитель Можно сказать Не зря Фамилия Самодумов Значит он Пришел К выводу Что У нас Имеется А это тоже Все вроде Как бы сказать Лежит на поверхности Но мы что-то Не видим Мы просто-напросто Это Не видим Не понимаем И не хотим То у нас Если взять нас Как энергетическую Структуру Смотрите Мягкие ткани Это Один вид энергии Можно так сказать Ну Не такой плотный А вот Кости Это Очень плотный Вид энергии И вот Вот эту Энергию Можно прорабатывать С помощью И воздействовать На нее С помощью Огромных усилий И он Придумал Упражнения Которые Позволяют Воздействовать На энергию Которая В основе Костной ткани То есть Тренирует Вот эту Энергетику До этого Применяется Видите Там Веса По 200-300 500-600 Тонна И более Килограмм И это Ведет Именно К укреплению К энергетической Мощи Нашего Костно Сухожильного Аппарата Из которого Состоит Наш Позвоночный Столб И оказывается Вот эти Чудовищные Нагрузки Они Лечат То есть Дают Нагрузку Обновляющую Как бы сказать Позвоночный Столб Лечебную Нагрузку Которая И начинает Вести Вот эти Удивительные Процессы Вставляя Диски На место Обновляя Связки Воздействия Костные Структуры Воздействия На костный Мозг Улучшая Продукцию Стволовых Клеток И так далее И тому подобное Это можно Назвать Все словами Как я вам Рассказываю Но я Приобрел Этот Тренажер Притянул Его Сюда И вы Видите Раз Примерно В неделю В 10 Дней Я делаю Тренировку И веса Растут Представьте Себе Я уже Давным Давно Не поднимал Там 250 Килограм Чтоб я Тягу Делал Человек С больной Спиной Чтоб Вот так Вот 250 Килограм Что-то Там Сделал Да вы Че На плечах У меня Вот это Я поднимал Сколько Там где-то 240 То есть Вот так Вот С больной Спиной Чтоб Такое Сделал Да нет Ну ногами Там И это Я уже Давлю Там Вы видели И 500 Килограм И при этом Я чувствую Как таз Понимаете Начинает Работать Так как Надо Вот эти Вот все Какие-то Смещения Они начинают Вправляться И плюс Вот эта Вот Огромная Энергетика Которая Возникает От Развития Этих Усилий Она как раз Стимулирует Весь Организм Все Клеточные Структуры И все Это Приходит На место То есть Лечение Позвоночного Столба Оказалось Нормальным И именно Каким-то Естественным С помощью Вот Не столько Там Растяжек А Сколько С помощью Вот этой Вот нагрузки Чем я занимаюсь И я знаете Уже как-то Это Подзабыл Что у меня Там что-то Там с позвоночником Я встаю Особо не чувствую Начал гулять По часу Я чувствую Как два столбика Таких Приятные Столбики Такие Знаете Стоят Чувствуется Какая-то Мощь Очень Интересная И что я Теперь хочу Сказать Вот сделать Вывод Мануальная Там терапия Вот это Костоправство И так далее Оно Помогает В том Случайе Если у вас Действительно Какой-то там Подвывик Произошел Совершенно Там Случайно Ну При этом Не были нарушены Вот Не оплетка Позвоночного Столба Ничего там Как-то Более-менее И раз Только Поставили на место Да и все Энергетика Так же у вас Хорошая Осталась Просто Она просто На место Остала И все Ну Как у моей жены Она ничем Там не занималась Выскочила Спина у нее Было очень больно Она там Пролежала А потом Все это Само там Встало Она так Потянулась Расслабилась То есть Тут надо Для того Чтобы То что Выскочило У вас Надо этот отдел Расслабить И вправить Вот здесь Мануальная Терапия О Но если дальше У вас Оплетка Не держит И постоянно Это происходит Или что-то там Произошло Там сдавливание Там уже Усыхание И плюс Вы еще не понимаете Ну большинство Это особо Не занималось Никакими Поднятиями Тяжестями Особенно Допустим Женщина А спины болят Значит Что Тут Это эмоции Надо избавиться От этих эмоций Такого конечно Тренажера нет Но хотя бы Избавиться От этих эмоций Делать Делать Какие-то там Растяжки Расслабление Вот этой вот Области Здесь уже хорошо И все более-менее Будет нормально Но когда Я вот Смотрю как раз Вот Что там врачи делают Значит они Одно дело Управляют Потом делают Обезболивающие уколы Если это вот Не помогает Потому что Человек не знает Как себя вести Тут надо Важно понимать Как себя вести Что надо сделать Для того Чтобы этого не было Говорят А мы вам Подрежем нервы Чтоб они там Не болели Боли не будет Ну а там дальше Как у вас Как у вас со спиной Так были проблемы Так и остались И И Тогда не чувствую Боль Какие-то там Что-то еще там Будет Это же вот Все помогает И при Тазобедренных суставах Когда болят Тазобедренные суставы У меня и не болели Тазобедренные суставы Болели У меня и коленные суставы Болели Потому что они Я так понял Еще было с детства С младенчества Застужены Ну Вот Особенно Вот занимаясь Вот этой Гравитационной гимнастикой С тренажером Я чувствую Что идет Какое-то Интересное Возрождение организма И здесь Здесь Я не получаю Энергетику Вот Из Снаружи Кто-то мне не дает Там Нет у меня таких Людей Которые Вы знаете Тут стояли Работали со мной Там Накачивали У меня энергию Но вот За счет Занятий Гравитационной гимнастикой Я ее Вырабатываю Сам И в гораздо Большем количестве Нежели они Мне могут Ее дать И она Остается И она Работает То есть Твой энергетический Потенциал Потихонечку Растет Постоянно Растет И веса Которые Ты поднимаешь Вот как Я допустим Начал Ага 250 Потом допустим 300 350 400 Теперь уже там 500 В жиме этих Ногами Говорят о том Что все это растет Естественно Это все выражается И внешне Внешне И внутренне И я очень рад тому Что я До всего этого Дошел Своей собственной головой Применил Вот те знания Которые Разбросаны По интернету И благодаря им Я чувствую себя Нормальным Человеком А так мне Грозила инвалидность Снимки я уже Вам показывал Которые я делал Примерно Наверное Это В 2016 Году Вот я с вами И поделился Поэтому Вникайте во все Это дело Организуйтесь И воплощайте В жизнь И качество Вашей жизни Значительно Поднимется И это все Сделайте Своими Руками Своей Головой Что Особенно Приятно Не заплатим Никому Ни копья Доброго здоровья До новых встреч Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Доброго здоровья И до новых встреч До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok